Немногочисленные племена коренных народностей Нецов, Далган, Гансан, Чукчи, Эвенков и других малых народов кочевали и проживали на просторах Крайнего Севера, Дальнего Востока и Восточной Сибири. Они создали богатое устное народное творчество – фольклор. Наиболее распространенным жанром фольклора являются сказки. Сказки скрашивали досуг людей, живущих в суровых условиях, служили любимым развлечением и отдыхом после трудового дня. В недалеком прошлом сказки у народов Севера являлись не только развлечением, но и своего рода школой жизни. Молодые охотники и оленеводы слушали и старались подражать героям, которые прославляли в сказках, где главным качеством считалась не физическая сила, а ловкость и находчивость. Сказки рисуют яркие картины жизни и быта охотников, рыбаков и оленеводов, знакомят с их представлениями и обычаями. Народы Севера понимали, что стихии некоторых животных превосходят человека по силе, и потому необходимо относиться к ним с уважением и почтительностью, принося им дары. Сегодня я познакомлю вас с двумя сказками из сборника «Сказки северной земли». Оленевод и семья волков. Эскимосская сказка. Далеко-далеко в тундре жил оленевод. Были у него жена и два сына. Соседей у них не было. Стадо было маленькое, и нельзя было к другим оленеводам присоединиться. А на высокой горе в стороне моря находилось волчье логово. Стадо оленевода недалеко от этого логова паслось. Днем стадо пасли мальчики. С наступлением ночи приходил отец и сменяла их. Так вот и жили они потихоньку. Маленькое стадо их не уменьшалось, но и не росло. Вот однажды вернулись мальчики домой все в слезах. «Что случилось?» – спрашивают родители. «Нет у нас больше стада», – отвечают мальчики. «Прибежали два волка, и всех оленей угнали. Погнались мы за стадом, но не догнали. Очень быстро оно из виду скрылось». Взял отец с собой в дорогу еду и отправился искать стадо. Вскоре заметил он оленей следы, а потом нашел объеденные волками туши оленей. Подаль бродило несколько оставшихся от стада оленей. Оленевод поймал пару ездовых оленей, взвалил на нарту, две оленей туши и привез домой. Жена освежевала их. Хозяин снова положил их на нарту и повез к волчьему логову. Подъехал к логову и кричит. «Эй, есть тут кто-нибудь? Волки несколько моих оленей убили. Давайте их вместе съедим. Все равно я почти совсем без оленей остался». Вдруг перед ним открылся вход в землянку. Слышит, приглашают его войти. Пошел оленевод, осмотрелся. Перед ним хозяин, старый вожак. «Знаю, знаю, мало у тебя оленей. Всякий раз говорю сыновьям, чтобы не трогали их. А сыновья не слушаются. Это они твое стадо порезали. Садись, подожди. Они вот-вот вернутся». Наступил вечер. Послышали снаружи чьи-то шаги. «Вот и они. Сейчас я их отругаю как следует», – сказал хозяин. Через нижний вход вошел в землянку статный юноша. У него только-только усики обозначились. За ним второй вошел. Совсем еще мальчик. Отец и говорит им. «Непослушные, сколько раз я говорил вам, не трогайте оленей из этого стада. Видите, этот человек угощение вам принес. Вот наступит ночь, отправляйтесь на охоту. Далеко-далеко на севере живет богатый оленевод. У него очень большое стадо. И бродит оно почти без присмотра. Вот и пригоните оттуда олени и пустите их стадо, вот этого оленевода. Ну, я все сказал. Теперь он домой пойдет, а вы за оленями. Поешьте хорошенько на дорогу, переоденьтесь и ступайте». Позвратился оленевод домой, говорит жене. «Встретили меня волки очень радушно и пообещали помочь мне. Сегодня ночью они отправятся далеко-далеко за оленями и вернут нам наш убыток. В ту пору заморозки уже настали. Проснулись оленевод с женой рано утром. Погода ясная, тихая. Откуда-то доносится легкий постук, похожий на топот копыт. А маленькое стадо хозяина послось далеко от стойбища. Говорит оленевод жене. «Слышишь, топот, как будто стадо оленей приближается. Пойди и посмотри, что бы это такое могло быть?» Оделась жена, вышла, видит. Подходит к их жилищу большое стадо оленей. «Смотри, какое огромное стадо идет!» Закричала жена. «Видно, очень богатый хозяин к нам прибыл». Подошло стадо к жилищу и остановилось. Вышел хозяин, смотрит. А в этом стаде несколько его уцелевших оленей. Оленевод забил двух оленей и опять туши отвез в волчье логово. И так каждый раз забьет оленей и отвезет пару волкам. С тех пор стало у него большое стадо. Другие оленеводы, у которых было мало оленей, стали к нему присоединяться. Стадо это паслось само. Охраняли его волки. Большое стойпище выросло на месте старого кочевья оленевода. Во время забоя раздавал он бедным оленеводам мясо для еды, шкуры на одежду, не забывал и своих покровителей волков. Маленькие стада бедных оленеводов быстро росли в его стаде. Богатели оленеводы и отделялись. С тех пор стало в Энминельской тундре множество стойбищ. Начали к оленеводам ездить береговые люди. Брали у них мясо и шкуры. А взамен привозили дождевики, торбоса, ремни, жир морских зверей. Сыновья оленевода выросли, женились. Много у них детей народилось. Еще больше стало в тундре оленеводов. Всем известно, что медведь всегда большим и сильным был. Никто спорить не станет, что красотой движения он никогда не отличался. Но одно дело, когда ты просто неуклюж и неповоротлив, а совсем другое, когда ты грубиян и невежа. Раньше медведь никому жития не давал. Очень звери страдали от него. То он громко рявкал на весь лес и пугал кого-нибудь своим ревом и рыком. То придавливал маленьких зверюшек и птиц, не обращая на них никакого внимания. То ломал деревья и разорял гнезда, сделанные с таким с трудом. Многих обижал медведь. Никогда медведь не просил ни у кого прощения. Не считал себя в долгу у тех, кому он навредил. Пытали звери как-то унять хозяина тайги, но он и слушать не стал. Не учите меня, ответил. Я сам знаю, что хочу, то и делаю. Наступила осень. С деревьев шумом летели пожелтевшие листья. Пора было подумать и о зиме. Задумали звери, как быть с медведем. Если он так же будет вести себя, то до добра от него не жди. Со всей тайги дружно собрались звери и птицы. На свой суглан совет. Заполнили большую поляну. Сели на деревья, на камни, на пни. Собрались решать, что делать с грубияном. Устроили над медведем суд. Судьей избрали Сахатова. Много обид высказали большие и маленькие звери. Шум стоял такой, что, казалось, поднялся ураган. Медведь никогда не слышал такого шума и впервые испугался. Сжался в комок. И вынесли звери приговор. Наказать медведя, чтобы он был в заточении всю зиму. Вот как подует северный ветер, да сорвет листья с деревьев. Чудится медведю тот ужасный шум. Закроет он уши лапами. Сожмется весь, да и спрячется к себе в берлогу. С тех пор в наказании за свою грубость косолапый не ходит по тайге зимой, а спит в берлоге, свернувшись комочком и сосет лапу. Дорогие друзья, познакомившись со сказками, подумайте, о чем они, чему учат. И как писал поэт Владимир Маяковский, сказка сказкою, а вы сделайте из сказки вывод. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok